Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это продолжение первой части урока по Redshift Car Paint. Предыдущую часть смотрите в подсказке вверху. В данной серии мы поговорим о плотности чешуи в автомобильной краске. О настройках Clear Coat Reflection и конечно же о интересных методах добавления бампер для создания разного типа краски. Итак, в прошлой части мы остановились на настройках проявляемости частиц, которые находятся в вкладке Definition. Density отвечает за плотность этих частиц. Чем больше этот параметр, тем ближе к друг другу они будут расположены. При желании Вы можете увеличить этот параметр и поменять цвет отражение в вкладке General. Таким образом, получится такой интересный эффект смешивания. Ну, о цвете частичек мы еще поговорим. А сейчас идем дальше. Decade Distance управляет расстоянием, на котором будут видны частицы. А что дальше, будет плавно затухать. В обычный солнечный день, данные частицы видны на несколько метров. Поэтому с этой настройкой стоит экспериментировать в соответствии с освещением. И если Decade Distance равен 0, то при любом расстоянии частицы будут видны. Как раз для обычного солнечного дня это и подходит. Следующий параметр Variation управляет вариацией плотности данных частиц. Чем больше это значение, тем более четче будут они. Если, например, уменьшить значение параметра Density, то Вы прямо увидите, как меняется яркость частиц при увеличении значения параметра Variation. Чтобы сравнить результат, для начала установим значение Variation равным 10. И сделаем Snapshot. Затем 5 и 0. Между 5 и 10 разница не сильно заметна. А вот между 0 и 5 или 0 и 10 она явная. Тут еще можете сами поэкспериментировать с параметром Density и Variation и сравнить результат. Далее идет параметр Scale. Я думаю, что с ним все понятно. Чем больше Scale, тем крепнее Ваши частицы. Чем больше Scale, тем крепнее Ваши частицы. Часто х olhaer. И последняя опция в Definition Reference X, Y, Z Map. Которая лично у меня не работает и я ничего не нашел по этому поводу в Help. Поэтому просто ее пропустим. А ниже уже идет раздел с ClearCode Reflection. Это основной параметр, который отвечает за матовость или глянцевость отражения всей поверхности. Если уменьшить значение параметра Glossiness, то Вы получите более матовую краску. Weight в свою очередь отвечает за силу отражения. Если он равен 0, то их вообще не будет. Также здесь есть Sampling, который можно использовать для оптимизации рендера и тип отражений, которые настраиваются с помощью BRDF параметра. Ну а ниже, как и у других вкладок, есть настройка Facing и перпендикуляр отражений. Даже просто изменяя значение Facing, можно получить интересный эффект и разный тип краски. Ниже ClearCode следует вкладка Advanced, в которой Вы можете оптимизировать время рендера с помощью параметра Trace Death Overrides. Я думаю, Вы помните, что в настройках рендера есть вкладка Optimization и в ней есть Max Trace Death для отражений, преломлений и так далее. Так зачем же отдельная опция еще в материале? А все очень просто. Например, Вы хотите, чтобы общий параметр Trace Reflection был равный 4, а отдельно для машины 16. Таким образом, Вы оптимизируете всю сцену, но при этом качество отражений для автомобиля будет отличным. Или наоборот, у Вас размытые отражения и Trace Reflection равный 16 в настройках материала, это слишком большое значение, не нужное в данном рендере. Так как это пустая трата времени на просчет. Таким образом, Вы можете уменьшить значение Trace Reflection именно для автомобиля. Например, поставить его равным 2. И этого будет достаточно, а время рендера будет намного быстрее. Таким образом, вся оптимизация в Ваших руках. Следующий параметр Cut-Off Override тоже позволяет оптимизировать время рендера и используется для определения самых темных областей рендера в сценах с высокой степенью освещения. Его можно ставить на низкие значения, тем самым достаточно хорошо ускоряя рендер. Допустим, 0.01 если сцена слишком светлая. Таким образом, Вы уменьшите время трассировки и избегите зерно на рендере. Так что, если Вам нужно оптимизировать рендер машин, можете спокойно использовать эти параметры при матовых отражениях, слишком ярких сценах и так далее. Последние два параметра относятся к настройкам Bump и позволяют получить достаточно интересный результат. Первая настройка выключает Bump для базового слоя, а вторая для Clear Code. Bump присутствует на каждой краске, поэтому Вам обязательно нужно его добавлять с помощью готовых изображений или параметрических текстур. Например, для этой задачи Вы можете использовать Cellular, стандартную текстуру в 3ds Max. После того, как Вы добавили данную текстуру в Bump слот, переходим к ее настройкам. Кстати, чтобы Вы убедились, что Bump присутствует на краске в реальной жизни, вот Вам референс, на котором можно его увидеть. Как раз сейчас повторим данный эффект. Но, как я и сказал, перед тем, как начинать рендер, настроим саму карту Cellular. С помощью данной иконки, включим отображение текстуры во Viewport и приступим к ее настройке. Как можете заметить, по умолчанию размер текстуры достаточно большой. Нам нужно его уменьшить. Но также нужно поменять тип текстуры на Chips. А вот оставлять включенным или выключенным параметром Fractal решать Вам. Для начала, я попробую без него, так как если смотреть на Reference, там нет фрактальных искажений. И уменьшу размер самой текстуры с помощью параметра Size. Металлик Flex я временно выключу, так как этот эффект пока отвлекает. Для этого, как Вы помните, просто ставим значение равное 0 для Density и Variation. Немного приблизим камеру. Затем, в настройках материала для Base Layer увеличиваем значение параметра Glossiness. А также уменьшим значение Bump, так как сейчас оно слишком большое. Для начала, поставим его равным 1. И увеличим значение Glossiness для ClearCode слоя. После чего, попробуем выключить Bump для Base слоя. В данный момент, мне кажется, что размер текстуры слишком мелкий. Поэтому, нужно ее увеличить. Например, до 20. Теперь сравним Render с выключенным Bump для ClearCode и для Base Layer. Как можете заметить, получается абсолютно разный эффект с разным типом краски. Благодаря тому, что разработчики учли этот момент. Вы можете получать все типы краски, которые есть в нашей реальности. И не только. Тут уже все зависит от Вашей фантазии. Кстати, если смотреть на фото, нам как раз подходит вариант B, нежели A. Я еще хочу рассказать об одной интересной возможности с Bump. И скорее всего, нам подает просто Circular узор, нежели Chips. Так как, если сравнивать с Reference, такой узор ближе к тому, что мы хотим получить. Теперь возвращаемся к этим двум опциям. Если сейчас их выключить и оставить простой Bump, то получится такой эффект. И конечно же, Вы можете уменьшить его значение и приблизиться к результату на фото. Но лично я рекомендую устанавливать значение Bump по равным 100. Затем включить опцию Disable ClearCode Bump. И поэкспериментировать с значением Bump. Например, уменьшить его до 50. После чего устанавливаем значение для Base Layer и ClearCode Glossiness на максимум. И делаем рендер. Получается такой результат. Затем просто экспериментируем с Glossiness для ClearCode и достигаем эффекта, который видим на фото. Далее, можно еще поэкспериментировать значение для Bump. Я остановился на 5. В итоге, получился точно такой же Bump, как на фото. Я думаю, что теперь Вам понятно, для чего нужны эти два параметра. И какого результата можно достичь, используя их. Теперь у Вас достаточно знаний, чтобы начать практиковаться. Для этого, я подготовил несколько референсов, которые можно скачать на charlietoots.blogspot.com В вкладке Material for Toots. Нажимаем на нее и спускаемся в самый низ. Там Вы увидите ссылку Reference. Переходим по ней. В итоге, Вы получите папку, в которой будет то изображение, которое я показывал для практики с Bump. Папка с Flakes и также разные типы красок. Но этим мы будем заниматься в следующей части. Скорее всего, это будут просто уроки без комментариев. Таким образом, я их гораздо быстрее запишу. Кстати, весь материал, о котором я рассказывал, Вы можете прочитать в документации Redshift. Для этого, заходим на сайт рендера и в Support выбираем Documentation. Затем 3ds Max или Maya. И в вкладке Shaders в Material Shaders кликаем на Car Paint. Таким образом, Вы сможете прочитать всю информацию о всех параметрах данного материала. Но тем не менее, мое видео будет полезным для тех, кто не знает английский язык или просто не любит читать. Предпочитаю видео-гайды. По крайней мере, мне так намного удобнее изучать материал. А читать я люблю перед сном. Но помните, что шпаргалка у Вас всегда есть. Я оставлю данную ссылку в блоге. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях уже будет практика. С Вами был Кривуля Андрей Чали. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!